Пришел в магазин, купил подарки, продукты к новогоднему столу, а дома раз и кошелек пустой. Конечно, очень сложно в предпраздничную суету удержаться и не накупить всего на новогодних акциях. Но нужно оставаться в рамках разумного. Чтобы внезапно не оказаться с пустым кошельком в разгар каникул, лучше заранее установить предельную сумму, которую вы готовы потратить на Новый год. Например, написать список расходов, обязательно указав, насколько вы готовы раскошелиться на праздничный стол. Можно по старинке, разложить наличные по конвертам или же все по-современному. Воспользоваться специальным мобильным приложением по финансовому планированию. Сразу решаю, где я буду встречать Новый год. И кто ко мне придет на Новый год, допустим. Из этого расчета я стараюсь покупать продукты и готовить. Как правило, это семейный праздник, поэтому я уже, что у меня внуки едят, что у меня дети едят, стараюсь из этого что-то приготовить. Зачастую одни и те же товары могут разниться в цене в небольших торговых точках и крупных магазинах. Поэтому к стоимости лучше присмотреться заранее, чтобы сравнить варианты. Я смотрю, где скидка, где акция. Я на это смотрю. Может быть, в силу того, что я пенсионер, поэтому я стараюсь. Иногда я спрашиваю, в связи с чем скидка у продавца. Встречать год водяного тигра в голубом платье тоже не обязательно. Примета приятная, но по кошельку бьет сильно. Лучше найти что-то подходящее в гардеробе или купить практичный вариант на будущее. Это же относится и к символам Нового года. Хотя, как рассказывают продавцы, ниркутяне активно покупают сувенирную продукцию. Сейчас уже такой ажиотаж предновогодний. И каждый день покупают разные сувенирчики, статуэточки, магниты. Вот это все ежедневно берут люди. Конечно, на сувениры все равно придется потратиться. Это небольшой, но всегда приятный знак внимания для знакомых. Но лучше ограничиться точным количеством. Кому вы их все же подарите? Я всегда символом года ношу с собой в сумочке несколько штук. Потому что каждый день где-то идешь, кого-то знакомого встречаешь. И маленький, но очень приятный, мне кажется, такой подарочек от души подарить. А зачем деньги тратить? Можно не тратить деньги. Пойти и купить что-нибудь другое. Подарок кому-нибудь, но не талисман Нового года. Вот в Китае талисман и рыба еда. Ее вот можно купить, покушать. Лишь бы, так скажем, были желания, все купить можно без всяких проблем. А денег? Ну, деньги – это дело нажимное. Надо работать и зарабатывать. Тогда все можно будет купить и позволить себе. Екатерина Сараватская, Артур Рощупкин. Новости сейчас.